снова здрасте в общем такой вопрос всем привет мне 32 года в разводе детей нет на один год назад познакомился с девушкой из полной семьи отношения особых не было она не имела можно сказать я у нее первый ей 25 надо короче взять лапшу так вот снять с ушей заварить и сожрать как-то доширак или что-то ни в коем случае не говорю что это не так но ребят уже начало такое что понятно что мужчина достаточно наивен в общем начали строить отношения в принципе все хорошо были некоторые непонятки которые решали с разговорами обсуждения вместе же не живем не хочет съезжаться до официального брака то есть это уже я считаю какой-то маразм пол в моем понимании так может пригнездилось в родительском доме ну то есть когда человек хочет убедить себя в чем то он обязательно начинает себя в чем-то убеждать я про эту мужика но и замуж не торопится хочет типа один раз и навсегда поэтому сомневается в некоторых вещах собственно поэтому я создал эту ветку это на форуме раздобыли мне у меня есть специальная команда который на форуме раздобывает вопросы я здесь угораю может быть как бы как то так выглядит но по факту над некоторыми мужчинами на честно говоря не могу без смеха не прокомментировать это как говорится хоть и разница возрасте небольшая но я вижу девушку ее взгляды на отношения не такие как видел я и как видим видела мое поколение мои родители она считает что два человека в отношениях это прежде всего личности которые живут в том числе помимо отношений свою жизнь а именно накал страстей у нас происходит когда я и запрещаю те вещи которые считаю ненормальными например она хочет съездить отдохнуть с подругами на море смотри здесь запрещать уже ничего не надо то есть если она хочет ехать без тебя значит как бы там ловить нечего женщина ну как бы не торопится там съезжаться то не так это не так с подругами на море без тебя но это я считаю полный пиздец у меня проявляется ревности недоверие к ней хотя поводов за это время не был просто срабатывает мои собственнические принципы о том что где-то кто-нибудь будет сидеть кто-то познакомиться и так далее хотя она уверенно говорит о том что поводов никогда не давал что она относится серьезно ко мне и хочет отношения строить дальше серьезно но не хочет чтобы в партнеры в них не доверяли или запрещали не аргументированно что там противовес говорит о том что также бы ничего не сказала мне если бы я поехал с друзьями на отдых может быть даже и так но допустим нахрен тебе отношения где ты же не в женщине уже сомневаюсь не считая того что у вас изначально взгляды но на эти отношения разные она вот так думает и вот так думаешь я в конце скажу почему вообще так происходит вот так также объясняю это тем что никогда никто не из ее подруг не ведет себя непристойно где бы они не находились ни разу не ловил никаких похабных сигналов в общем для понимания им как будто не по 25 а по 15 я и тут встал я в ступор я не уверен себе и залип а я считаю что я залип я считаю что тоже залип я бы сказал даже влип или не уверен в ней хотя поводов она не давала в плане флирта или даже взглядов в сторону других мужчин по крайней мере по сигналам которые видно по ее мнению каждый должен учитывать интересы другого в паре при этом операция и на его мнение но аргументированная вопрос как на это реагируется ревностью я проявляя только ревностью я проявляю только неуверенность в себе а женщина это видит и опять же ревность должна быть обоснованная по сути зацепиться не за что или я старомодно смотрю на отношения где мужик стучит об стола говорит слушаться только меня по-другому не как если я поступлю меня просто вводит за нос или я просто уплю меня просто будет за нос постоянно об этом думу видимо залип, что замкнул на моих принципах и видениях. Короче, чувак, и вообще все, у кого похожие ситуации. То есть, вот вы встречаетесь с какой-то девушкой, вы собираетесь с ней в отношения, но вас там что-то не устраивает. Понимаешь? Тут надо четко понимать, не устраивает что. То есть, вы до сих пор, ребят, многие, не можете отделить зерна от плевел. То есть, тебя может не устраивать, что она любит сникерс, ты любишь Марс, или что-то еще, я не знаю, ты любишь рыбалку, а она вот любит балет. И она говорит, пойдем, я не люблю рыбалку, пойдем с нами балет. Хрен с ним. Хотя это тоже уже такой серьезный, как-то она не любит рыбалку, охренела что ли. Но когда это ключевые вещи, которые непосредственно, то есть, рыбалка или балет, пусть она идет на свой балет, а я пойду на свою рыбалку. Это у меня ревности или недоверие не вызывает. И даже будучи абсолютно неревнимым человеком, любой мужчина хотел бы, чтобы она на море поехала вместе с ним. Я уж не знаю, правда, может, ты там отказываешься. И когда его женщина принципиально хочет поехать без него, для меня это уже показатель того, что на данный момент ее подруги для нее важнее, чем ты. Как бы ты ни старался. И, скорее всего, в этих отношениях она просто ебет тебе мозг, а ты вот развесил уши, да, то есть, и вот, если это вообще можно назвать отношениями, потому что вы даже не живете вместе, вы просто где-то встречаетесь, там, периодически занимаетесь сексом и так далее. Поэтому, дружочек-пирожочек, то есть, твоя ревность, она вполне обоснована. Она абсолютно обоснована, понимаешь? Если женщина, ну, поедет одна на море, конечно, ты будешь думать там всякие мысли. Получается, смотри, и вот в итоге тебе предъявить нечего, да, но по факту. Зачем она создает ситуации, в которых прекрасно понимает, что ты можешь ее ревновать? То есть, и у вас даже там еще и свадьбы не было, как говорится, она уже ведет себя так. Если бы 40 лет в браке прожили, да хрен с ней, пусть она едет со своими подружками, с бабками. Я вот с дедами пойду на рыбалку. И вообще, сам факт, что не торопится съезжаться, то есть, ну, это уже говорит о том, что она просто водит тебя за нос, а ты развесил уши. А к чему все это? К тому, что все опять упирается в выбор. Если бы у вас был выбор, вы бы не терпели то, что вам не нравится. То есть, сейчас ты вот вынужден строить отношения, вынужден внимание, это очень важно, послушай, подвергать сомнению свои ощущения, свои чувства и свои переживания. Их не надо подвергать сомнению. Если ты чувствуешь какую-то неуверенность в ней, ревность, что-то еще, все. Это значит, что это самый большой сигнал к тому, что нужно с этой женщиной прекратить общение. И ты вначале сообщил следующее, что не хочется съезжаться, хоть и разница в возрасте небольшая, но я вижу девушку, ее взгляды на отношения не такие, как я видел, как видела моя поколение. То есть, дело не в поколении. У тебя есть твои взгляды на отношения, у нее есть свои взгляды на отношения. Если они у вас не совпадают, нахер тогда вообще эти отношения. Все очень просто. Тебе нужно с ней расстаться. И найти себе женщину, которая будет устраивать тебя, и которые, взгляды которые на отношения будут тебя устраивать. Если проблемы с выбором, соответственно, welcome с 24 по 27 августа, юбилейная пятилетняя практика. Будет очень круто, будет очень сильно. И за 4 дня мы сделаем так, что у вас встроится у любого из вас навык нахождения себе женщины, и тем более определение, подходит эта женщина или нет. Если что-то не устраивает, вы говорите, окей, нафиг ее, я иду к следующей. Вот так будет все выглядеть. Все будет очень легко. А когда вы получите выбор и понимание, как вообще действовать, у вас будет неограниченная возможность быть счастливым.